В Москве и Московской области отменен режим контртеррористической операции. Олег Плынов, заместитель главы администрации, поблагодарил правоохранительный блок Раменского городского округа за обеспечение безопасности в минувшие выходные. На сегодняшний день ситуация полностью находится под контролем. Мы можем с уверенностью говорить об этом. Никаких угроз территориальной безопасности России не существует. Создан сводный отряд полиции, который постоянно проходит подготовку. В количестве 39 человек находился до вчерашнего обеда в управлении, был готов к выезду, соответственно, автобус был подготовлен. Мы должны все сделать положительные выводы, на что мы способны, когда поступают такого рода задачи. Мы должны быть готовы к развитию других сценариев более серьезным, потому что ни субботу, ни ночью с пятницы на субботу, ни ночью с субботы на субботу, ни субботу на субботу. Мы не знаем, как дальше будут развиваться события. Поэтому я тоже хочу поблагодарить за тот комплекс мероприятия, организации и наших коллег, руководителей территориального управления, кто был причастен, кто помогал, кто исполнял эти задачи. В минувшие выходные отменили мероприятия, приуроченные к празднованию Дня молодежи, а также выпускные вечера. Аттестаты при необходимости выпускникам выдавали в частном порядке, сообщила Наталья Асеева. Также на территории Раменского городского округа был сформирован оперативный штаб ресурсоснабжающих организаций. Было организовано круглосуточное дежурство для того, чтобы своевременно реагировать на возникающие отключения или перерывы поставки ресурсов. Значит, хотелось бы поблагодарить тех, кто организовал дежурство грузовой техники и работу на местах. Это три территориального управления, Островецкая и Инна, Константин Владимирович, Галенкова, Галя Николаевна, Джейская и Ануриев Сергеев Владимирович, он у нас помогал организовать Старникова на соседней территории. Это те люди, которые непосредственно дежурили на тех постах, где работали в том числе ресурсники. Все ограничения, введенные из режима КТО в Московской области, сняты уже в эту пятницу. 30 июня Комитет по образованию планирует провести бал медалистов. Комитет по культуре 1 июля приглашает всех желающих на фестиваль «Гжельфест». Также Мариана Рогатина объявила о старте ежегодного конкурса «Самый красивый сельский дом». Подать заявку на участие можно до 14 июля. Полным ходом продолжается подготовка и к открытию Раменского городского парка, которое состоится 8 июля. В этот день, Олег Борисович, у нас запланировано масса различных мероприятий. Это и мастер-классы творческие, и мастер-классы на спортивной зоне, конечно же концерт, формированные программы, ну и множество различных розыгрышей. Поэтому 8 числа, Олег Борисович, приглашаю вас и всех желающих с нами разделить этот праздник. Среди других тем оперативного совещания – запуск МЦД-3. О реализации проекта благоустройства прилегающих к станциям территории доложил Александр Никитин. В настоящий момент сейчас ведутся у нас 8 станций, которые охватывают МЦД. Как, наверное, обратили внимание, работы ведутся уже активно и в центре города. Работа вокруг сквера Докассатурна и благоустройство уже прилегающей площади. Также Александр Никитин сообщил о разработке проекта благоустройства сквера возле Дворца культуры имени Воровского. Начало производственных работ запланировано на середину августа.